МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...в качестве непостоянных членов Совбеза. Среди главных успехов работы нашей страны обозначены запуск Кодекса поведения для достижения мира свободного от терроризма и меры по нераспространению ядерного оружия. Участники встречи также отметили и другие достижения Казахстана. Это снятие многолетних санкций Совбеза с Эритреи и введение новой традиции по проведению церемоний установки национальных флагов стран, избранных в Совет Безопасности ООН. По словам казахстанского дипломата Кайрата Умарова, главной целью нашей страны в Совете Безопасности ООН было привлечение внимания к Центральной Азии и Афганистану. Приоритет на экономизацию международных усилий по стабилизации Афганистана при активной роли государств в Центральной Азии в этом процессе стал инновационным подходом, предложенным нашей страной. Мы добились того, что впервые Совет Безопасности рассматривал ситуацию в этой стране с точки зрения экономического развития, а не только сквозь призму безопасности. До одного миллиарда штук куриных яиц планируют экспортировать Казахстан в 2019 году. А значит, увеличить производство почти в два раза и выйти на новые рынки. На расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства в Астане особое внимание уделили вопросам развития животноводства. Так, если в 2018-м экспорт говядины составил почти 20 тысяч тонн, то в этом году республика намерена увеличить этот показатель минимум до 30 тысяч. Обещает Минсельхозе активизировать работу по экспорту и других видов мяса. Наши свиноводы, они говорят, откройте нам китайский рынок и нам больше не нужны никакие субсидии, мы не будем просить. Они заявляют о порядке 10 тысяч тонн экспорта ежегодно. Поэтому будем работать и вместе с бизнесом решать этот вопрос. Мясо индейки очень хорошо забирает Москва, Санкт-Петербург, Российская Федерация. Решать Минсельхоз готов и другие не менее важные вопросы. Например, развивать агронауку путем создания центров распространения знаний по всей республике. Именно они, по словам экспертов, должны стать связующим звеном в интеграции науки, образования и агробизнеса. В перспективе пяти лет, чтобы в каждом районе, в каждом районе в радиусе условно 50-60 километров, был свой центр. Чтобы фермеру не нужно было ехать несколько часов и более того дней, чтобы посмотреть на какие-то технологии. Ему достаточно будет проехать в районный центр, в радиусе районного центра, что-то такое, и ознакомиться с наиболее перспективными культурами для его региона, технологиями наиболее подходящими. Это касается и орошения, и селекции, и техники, и вообще в целом подходов каких-то и организаций труда. Чтобы активно развивать сельское хозяйство, нужны востребованные научные кадры. Оптимизировать структуру агронауки в соответствии с мировой практикой планирует профильное ведомство страны. В ближайшее время 300 молодых ученых отправятся на обучение в лучшие зарубежные вузы, чтобы получить передовые знания по развитию АПК, а потом применять их на практике в Казахстане. В целом есть история, и можно посмотреть на конкретные примеры. Это такие страны, как Бразилия, Аргентина, которые в свое время для того, чтобы поднять науку, они отправляли бы огромное количество докторантов, молодых ученых на обучение в США, где они, пройдя, не просто они проходили обучение, а они работали в этих исследовательских центрах. И, возвращаясь обратно в страну, они были уже квалифицированными специалистами, которые на месте могли решать вот эти вот проблемы, которые возникали в сельском хозяйстве. На сегодняшний день сельское хозяйство рассматривается как новый драйвер экономики Казахстана. Отметим, что страна намерена до 2022 года увеличить производительность труда и объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции в два с половиной раза. 40 национальных IT-компаний представили инновационные разработки для военных. В Астане прошла выставка «Цифровая армия». Сегодня 3D-макетами уже никого не удивишь. Их успешно используют в промышленности, медицине, образовании. Теперь на очереди оборонная сфера. Тысячи квадратных метров с детальным расположением всех объектов – это лишь одна из интересных разработок, представленных на выставке. Мы ее перевели в VR-систему. То есть вы можете, одев шлем виртуальной реальности, оказаться в любой местности и ощутить максимальный эффект присутствия в данной местности. Можем нанести туда 3D-карту города, опять же, имитировать различные там эффекты. В арсенале военных уже привычные рации, радиостанции, планшеты и ноутбуки. Специально для них разработчики создали сервис отправки сообщений. Теперь можно не беспокоиться об утечке информации. Без специального доступа никто не сможет прочитать переписку и скачать отправленные фотографии. Военные сами решают, сколько человек могут пользоваться этой системой. Это может быть и 10 человек, и 20, и даже целый батальон. Сервис не зависит от спутника. Он работает на базе радиоканала. Коды доступа меняются каждый час. Обычно это может использоваться для разведчиков. Можно сделать фотографию, которую необходимо отправить на командный пункт. И все это сделать по радиосвязи, по радиоканалу. Передать какие-то данные, текст, какие-то геоданные, какие-то фотографии. Радиоканал защищен. Его невозможно прослушать, невозможно узнать данные, какие передаются. Почти все представленные проекты разработаны и профинансированы Министерством обороны. Более половины инновационных IT-стартапов намерены внедрить уже в ближайшее время. В 2018 году по маршруту Казахстан-Туркменистан перевезли миллион тонн грузов. Объем по сравнению с 2017 увеличился более чем на 400 тысяч тонн. По прогнозам казахстанских экспертов, к 2020 году объем перевозок через Булашак-Серхетяк может превысить 15 миллионов тонн. Отметим, что эти участки представляют собой часть транснационального железнодорожного коридора. Магистраль связывает Казахстан, Туркменистан и Иран. Далее грузы направляются в регион Персидского залива. Иран может начать поставки нефтепродуктов в Кыргызстан. В частности, речь идет о мазуте. К слову, центрально-азиатская страна ежемесячно импортирует от 70 до 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. При этом потребность республики в бензине и дизельном топливе на 90% покрывается за счет поставок из Казахстана и России. Остальные 10% производят местные нефтеперерабатывающие заводы. Отметим, ежегодный объем торговли между Кыргызстаном и Ираном не превышает 23 миллионов долларов в год. Совет Евразийского фонда стабилизации и развития предоставит 40 миллионов долларов инвестиционного кредита для реабилитации Нурекской ГЭС в Таджикистане. В рамках проекта предусматривается установка нового оборудования взамен устаревшего. Финансирование предоставляется на 20 лет. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение республики. Отметим, работы проводятся в рамках большого проекта реконструкции Нурекской ГЭС, который состоит из двух фаз. Общая сумма – 700 миллионов долларов. В Туркменистане идет подготовка к проведению первого Каспийского экономического форума. Важное мероприятие состоится в августе. Дата проведения этого первого в истории крупного события совпадает с Днем Каспия. Организаторы отмечают, что саммит призван дать мощный созидательный импульс экономическому торговому инвестиционному сотрудничеству на море. В Кыргызстане утверждена программа развития туризма на ближайшие четыре года. Главная ее задача – увеличение туристического потока минимум на 10%. По данным Министерства культуры, информации и туризма, в прошлом году зимой республику посетило более 150 тысяч человек. Это очень мало, конечно, для нашего Кыргызстана с таким большим, огромным потенциалом. И у нас есть, вот как раз таки недавно приняли новую программу развития туризма, которая действует с этого года до 2023 года, на пять лет рассчитанная. И там мы как раз указываем, что зимний туризм – это один из потенциальных направлений, которые нам даст большой толчок к развитию туризма. Сегодня Кыргызстан часто называют Швейцарией Центральной Азией. Более две трети его территории занято горами. Встает на лыжи не только продвинутая молодежь. Целые семьи стараются провести отдых именно здесь. В Канаде, особенно в Торонто, откуда я приехала, зимой очень много снега и холодно, как сейчас. Но у нас нет таких красивых гор. И мне очень нравится находиться в Кыргызстане. А какие здесь гостеприимные люди? Как отмечают специалисты, чаще всех страну посещают граждане Германии. На втором месте – жители Кореи и США. Напомним, Кыргызстан ввел безвизовый режим в 2012 году с 45 странами. Сейчас предлагают добавить к списку еще 10. Более одного миллиона туристов и паломников из разных стран мира ежегодно посещают Туркестан. Их притягивает мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави. Пожалуй, это единственная достопримечательность Туркестана, о которой знают все. Но, как обещают архитекторы, уже в следующем году город изменится до неузнаваемости. Сейчас специализированная компания разрабатывает концепцию масштабного строительства объектов. Согласно новому проекту, Туркестан будет развиваться в трех направлениях. Первый – это исторический регион, где находится мавзолей. Второй – культурно-духовный центр. И третий – административно-деловой. Архитектура Туркестана будет в восточном стиле, говорят специалисты. Восточно-казахстанская область преподносит в дар Туркестану музыкальный фонтан. Сейчас идет подготовка всех соответствующих документов. До конца года мы планируем сдать объект в эксплуатацию. Лепту в развитие Туркестана внесут и другие регионы страны. Например, Астана подарит древнему городу площадь. Алматы воздвигнет медиа-центр. Алматинская область, дворец молодежи, Костанайский регион, здание Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, здесь появится конгресс-холл, стадион на 7 тысяч зрителей, театр, библиотека, музей, школа, детский сад и другие значимые объекты. В административно-деловом центре уже заложили фундамент здания, где разместятся различные управления и департаменты. Безусловно, новый статус уже областного центра повлияет и на прирост населения. Поэтому в городе в ближайший месяц планируют начать строительство многоэтажных домов. Город должен быть компактным и удобным для проживания и работы. Поэтому будут возводить высотные здания. Думаю, появятся даже 12-16-этажные дома. Также в этом году начнется строительство современного аэропорта и железнодорожного вокзала. Специалисты утверждают, что в ближайшие 5-6 лет Туркестан станет туристически привлекательным центром с великолепными архитектурными строениями. И через 10 лет войдет в число крупнейших городов страны. Мангостауская область станет одним из центров международных мероприятий с участием молодежи. В Актау на региональном форуме «Год молодежи. Новые возможности» представили масштабные инициативы по поддержке подрастающего поколения. Одним из ярких событий в мае этого года станет Актау-марафон 2019. Он соберет известных спортсменов и людей, ведущих здоровый образ жизни. В спортивном мероприятии смогут принять участие не только жители прикаспийских стран, но и представители ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы уверены, мега-акция положительно повлияет на популярность приморского города и имидж Мангостаусской области в целом. Также в августе в честь Актауского саммита состоится форум молодежи приграничного сотрудничества. По программе с дипломом в село в этом году в сельскую местность отправится 250 молодых специалистов. Им будет оказана социальная поддержка. Есть еще одна региональная программа «Нуркапитал». В рамках этой программы выделят средства для молодых предпринимателей от 1 до 30 миллионов тенге. Год молодежи обещает быть весьма насыщенным. Свои предложения о сотрудничестве уже внесла молодежная лига ШОС. Совместно с коллегами из Казахстана она планирует организовать крупный молодежный форум. По словам представителей организации, повестка лиги в 2019 году богата на большие события. К примеру, в планах у членов организации создание хаба молодежи стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Мы, как молодые представители стран ШОС, очень обрадовались тому, что наши братья и сестры, молодые из Казахстана, сейчас могут воспользоваться всеми ресурсами, которые как раз предоставляет правительство Казахстана для молодежи. Мы знаем о том, что это связано будет и с жильем, и с развитием предпринимательства, образованием и другими сферами жизни, которые сейчас остро необходимы для молодежи. Напомним, в послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 2019 годом молодежи, а также поручил повысить качество подготовки в учебных заведениях, развивать партнерство с лучшими вузами мира и содействовать трудоустройству выпускников. Музыку на известные стихотворения казахского поэта-классика Мукахали Макатаева пишет пенсионер из Актау. В копилке у Розалы Сейсинбаева уже несколько произведений. Создание музыкальных композиций – дело непростое, но очень увлекательное, признается мужчина. Вклад Мукахали Макатаева в культуру Казахстана неоценим. Творчество казахского поэта относится к категории вечных ценностей. Важно через музыку донести главную мысль автора, пробуждая в слушателе высокие чувства и способность сопереживать, говорит о Розалы Сейсинбаев. Сейчас он вместе с певцом Асанали Кошеровым работает над очередным своим произведением. Мужчина надеется, что новая работа обязательно найдет своего слушателя. Творчество Мукахали Макатаева известно всему Казахстану. Его произведения имеют вес в обществе, и поэтому он этим и интересен. Музыка, написанная Сейсинбаевым, заинтриговала меня с самого начала. Его мелодии схожи с композициями Шамши Колдаякова, Ескендира и Осета Бесеува. Поэтому песня исполняется легко в вальсовом темпе. У пенсионера нет музыкального образования. Раньше он занимался строительством и асфальтированием дорог. Для работы над композициями мужчина обращается к специалистам, напевает им мелодию. Затем они совместно выбирают певца, чей голос лучше всего способен раскрыть многогранность произведения. Прежде чем написать мелодию, я несколько раз перечитываю стихотворение. Это важно – вникнуть в суть, понять глубинный смысл. Только потом я приступаю к созданию музыки. Если понимаешь, что автор хотел донести в своем произведении, быстро приходит вдохновение. Таким образом рождаются красивые и неповторимые композиции. Мужчина уже практически завершил свою работу над очередным произведением у Кагали Макатаева. В самое ближайшее время у Розала Исей Синбаев хочет представить на суд слушателей еще две новые музыкальные композиции. Новотор и консерватор, романтик от музыки. Бессмертная первая симфония великого немецкого композитора Иоганна Брамса прозвучала со сцены Центрального концертного зала «Казахстан». В этот вечер вместе с концертом Академии солистов перед слушателями выступал известный итальянский скрипач Эдуардо Зоси. Для музыканта это первое выступление на казахстанской сцене. С музыкантами мы сразу сработались. С первой минуты нам было комфортно и легко вместе. Мы сошлись не только в профессиональном плане. Мы много шутили, я считаю это важно, для того, чтобы получить наслаждение от музыки. В программе вечера также прозвучал концерт Григориана, итальянского композитора Атарина Респиги. Это произведение редко звучит и на европейских сценах, а в Казахстане его исполнили впервые. По словам главного директора Львовской государственной филармонии Айдара Турыбаева, под чьим управлением прошел концерт, такой новый опыт необыкновенно полезен для молодых музыкантов. И концерты Григориана, это не очевидно. Ну скажем, это такой не бестселлер, это не часто встречается в афише. Ну это полезно, это мы открываем для себя, скажем, новые двери. При живом исполнении, даже если оно несовершенное, ты получаешь больше, потому что возникает эффект публики, возникает эффект сопереживания прослушанного, понятого. Продолжение следует...